Всем привет, с вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет фантастического боевика 2016 года «Великая стена». 2000 лет назад огромный метеорит упал в районе горы Хокву в Китае. Из небесного тела появились огромные зелёные хищные монстры, которые легко могли разорвать взрослого человека на куски. Для защиты от инопланетной угрозы, которую назвали Таотэй, китайцы построили Великую стену. И теперь каждые 60 лет чудовища пытаются прорваться сквозь неё, угрожая истреблением всему человечеству. Проходит тысячи лет. 12 европейских и арабских авантюристов отправляются в Китай с целью разведать секрет чёрного пороха. В нескольких милях к северу от Великой Китайской стены на них нападают кочевники, которые убивают несколько членов отряда. В поисках убежища европейцы прячутся в пещере, где их атакует неизвестное существо. Тварь оказывается невероятно сильной. Из всего отряда выживают только фехтовальщик Перу Товар и лучник Уиллом Герин, который в тяжелейшей схватке умудряется отрубить твари лапу. На следующий день двое продолжают свой путь. Снова едва не попадают в руки кочевников и, спасаясь от них бегством, добираются до Великой стены. Доблестные китайские воины, которые защищают стену, градом стрел останавливают беглецов и берут их в плен. Увидев лапу монстра в руках пленников и узнав, что те убили чрезвычайно опасного Тао Тей, советник Вэнь очень удивляется, а командующая Линь Мэй не верит, что это вообще возможно. Китайцы не успевают решить судьбу пленников, так как разведчики докладывают о приближении к стене Орды Тао Тей. Генерал Шао приказывает своим бойцам готовиться к сражению, а европейцы удивляются, насколько слаженно и организованно работают местные солдаты. Среди них выделяются воины-женщины в синей броне из журавлиного войска, которыми командует Линь. Вскоре на горизонте появляется огромная армия монстров, после чего по приказу генерала артиллерия стреляет по ним массивными огненными шарами. Лучники осыпают Тао Тей градом стрел, убив при этом немало чудовищ. Однако монстров слишком много и вскоре они прорываются к стене. Журавлиные войска атакуют врагов с копьями в руках, прыгая со стены на веревках, а мужчины поднимают их обратно. Тем не менее, многих храбрых воительниц Тао Тей пожирают заживо. Вскоре появляется королева монстров, после чего советник Вэнь приказывает артиллерии открыть по ней прицельный огонь. Однако стражники тут же прикрывают королеву своими бронированными телами. Тао Тей пытаются взобраться на стену, и некоторым из них это даже удается. К счастью, на пленников никто не обращает внимания в разгар боя, поэтому Баллард освобождает их руки от веревок. Солдат Пэн Юн готовится к неминуемой гибели от острых зубов хищника, но Уилэм спасает его, бросив копье прямо в пасть монстру. Товар приходит на помощь товарищу, и вместе они убивают Тао Тей, поразив его прямо в сердце. Товар приманивает еще одно существо, а Уилэм точным выстрелом попадает ему в глаз, после чего солдаты добивают громадину. Потеряв немало своих воинов, королева приказывает остальным отступать. Тао Тей зубами хватают раненых товарищей и возвращаются в свое логово. Генерал Шао восхищается мужеством европейцев и говорит, что теперь они не пленники, а уважаемые гости. А Пэн Юн благодарит чужеземцев за спасение. Когда европейцы остаются вдвоем, появляется Баллард, который рассказывает, что он пришел сюда 25 лет назад, также в поисках черного пороха. Однако китайцы взяли его в плен и с тех пор заставляют мужчину обучать их английскому языку. Баллард говорит, что он припрятал достаточное количество черного пороха за это время. Мужчина предлагает во время очередной осады сбежать вместе с ним со стены, пока солдаты будут заняты боем. Баллард не успевает закончить, так как появляется советник Вэнь. Советник говорит, что его бойцы нашли в рюкзаках европейцев магнит. Китайцы уверены, что именно магнит помог чужеземцам победить монстров, которые, похоже, затуманивают разум Тао Тей, и они не могут услышать приказы своей королевы. Вэнь объясняет, что Тао Тей – это адские твари из космоса, которые накапливают свои силы и нападают на стену каждые 60 лет. Если однажды монстрам удастся прорваться сквозь стену, то весь мир окажется под угрозой. В то же время генерал Шао вместе с несколькими бойцами обнаруживает пропажу нескольких своих людей. Солдаты находят истерзанные тела пропавших на стене, и в этот момент они понимают, что попали в засаду двоих разведчиков Тао Тей. Генерал спасает Линь от напавших монстров, но при этом сам получает смертельное ранение. Перед смертью командующий просит спасти человечество от инопланетной угрозы. А Линь становится его преемником. Почти сразу после похорон генерала к стене прибывает министр Шэнь – военный советник императора, который привез с собой древние свитки о первых набегах Тао Тей. Мудрецы изучили их и пришли к выводу, что магниты действительно ослабляют чудовищ. Уилэм предлагает китайцам проверить эту теорию, поймав одно из существ с помощью гарпуна, с привязанной к нему веревкой. Товар крайне недоволен тем, что друг решил остаться и помочь местным жителям. Солдаты готовят несколько гарпунов и смазывают их ядом, который усмирит пойманных монстров на некоторое время. Вскоре Орда Тао Тей возвращается и сразу атакует стену, а доблестные воины ценой своих жизней пытаются их остановить. Люди отражают очередную волну, после чего стреляют по монстрам гарпунами, однако большинство из них не достигают своей цели. Баллард говорит Товару, что это идеальный момент для побега, но мужчина отказывается уходить без товарища. В конце концов один из гарпунов поражает чудовище, а бойцы стреляют пороховыми ракетами, создав вокруг него круг бушующего пламени, чтобы сородичи не смогли ему помочь. Уилэм смело спускается на землю по железной цепи и связывает лапу Тао Тей, чтобы его можно было поднять наверх. В этот момент через стену пламени прорывается другое чудовище, но появившийся Товар вовремя приходит другу на помощь. Двое отбиваются от всё новых и новых существ, а бойцы со стены стреляют по монстрам пороховыми ракетами, так что большинство из них даже не успевает приблизиться к европейцам. Людям удается пленить чудовище и запереть его в клетке. Вэнь подносит большой магнит к монстру и тот тут же замирает, подтвердив их теорию. По приказу императора пойманное существо отправляют в столицу. Вскоре разведчики обнаруживают большой туннель, вырытые под основанием стены. Оказывается, нападения монстров на стену были лишь отвлекающим манёвром, чтобы незаметно пробить себе путь к столице, где живёт два миллиона человек, которые вскоре станут пищей для Таотей. Тем временем Балат и Товар крадут чёрный порох и собираются сбежать, но у них на пути встаёт Уиллом. Двое, недолго думая, вырубают парня и скрываются с награбленным добром. Линь вскоре обнаруживает побег европейцев, и несмотря на заступничество Пен Юна, она приказывает запереть Уиллома в темнице. Чтобы догнать монстров, которые быстро движутся к столице, бойцы решают использовать воздушные шары, которые в то время были большой редкостью. Многие солдаты погибают, пытаясь на шарах взлететь в небо при помощи чёрного пороха. А те, кому удаётся выжить, летят в столицу. Перед отправкой Линь освобождает Уиллома, а Вэнь просит его рассказать всему миру об угрозе нападения монстров. Однако европеец решает остаться и присоединяется к экспедиции, сев на последний шар вместе с Пен Юном и Вэнем. В то же время Линь вместе с передовыми отрядами добирается до столицы, которая оказывается практически полностью разрушена. Солдаты спешат ко дворцу, надеясь, что Император ещё жив, однако на них нападают многочисленные Таутей. Линь оказывается в окружении монстров, но в последний момент девушку спасает Уиллом и сразу же взлетает вместе с ней в небо. Бойцы привязывают взрывчатку к пойманному Таутей, собираясь вскоре отпустить его и рассчитывая, что существо, как и его собратья, отправится кормить свою королеву, что даст им шанс наконец уничтожить её. Однако чудовища быстро обнаруживают команду и пожирают большинство бойцов. Раненый Ипэн Юн жертвует собой, подорвавшись вместе с набежавшими монстрами и заблокировав путь для их собратьев. Вэнь убирает магнит от пленённого Таутей, после чего тварь сразу же приходит в себя и спешит к своей королеве. Линь и Уиллом поднимаются на башню за чёрной пороховой ракетой, которую решает использовать в качестве детонатора, а Вэнь остаётся прикрывать вход с помощью магнита. Линь стреляет в королеву, но стражники успевают прикрыть её своим телом. Вэнь бросает магнит лучнику, при этом жертвуя собой, так как сотни Таутей уже атакуют башню. Второй выстрел также не достигает цели, после чего Уиллом и Линь выпрыгивают из окна, спасаясь от быстро поднявшихся на башню чудовищ. Уиллом точно бросает магнит в скопление стражников, из-за чего они на мгновение замирают, позволяя Линь прицельно метнуть копьё с пороховой ракетой и, наконец, взорвать королеву монстров к чертям собачьим. После гибели королевы остальные монстры мгновенно впадают в анабиоз, позволяя людям выдохнуть с облегчением. Вернувшись на стену, Уиллом видит, что китайская армия поймала и вновь взяла в плен товара. Уиллом отказывается от черного пороха, который ему предлагает Линь в качестве награды. Ради освобождения друга, вместе с которым под охраной кавалерийского отряда, он вскоре отправляется в обратное путешествие домой. В это время Мэй Линь, уже ставшая генералом, смотрит на удаляющихся чужеземцев. А Уиллом обещает ей однажды вернуться на стену. Как вам фильм «Великая стена»? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!